Прежде всего, речь идёт о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечения поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств РЭБа и так далее. То есть огромный круг вопросов. У нас в этой части по каждому направлению существуют ежемесячные планы, но реализация требует буквально ежедневного и даже ежечасного включения, нахождения на постоянной связи. Это первое. Второе. Противник быстро учится. Ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно. И нам здесь нужно не просто учиться следовать, нам нужно упреждать противника. И здесь вместе с Генеральным штабом, собственно, эта работа налажена, но она требует тоже повседневного включения, нужно обобщать опыт применения новых технологий и, соответственно, отрабатывать новые формы ведения, новые методы ведения боевых действий. Третий вопрос. Он носит уже более системный характер. Речь идёт о комплектовании вооружённых сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идёт о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идёт о плановых мерах, но, тем не менее, этот процесс уже запущен. Как призыв граждан, так и особенно важно это контрактование. И здесь я бы хотел обратить особое внимание, то, чем тоже придётся заниматься в первоочередном порядке, это все вопросы, связанные с военным образованием. Здесь накоплены, здесь есть определённые проблемы. В то же время, вот, Сергею Кужегетовичем, коллегами проведена очень большая работа, но, тем не менее, нам нужно эту сферу постоянно держать в фокусе внимания, постоянно её развивать, особенно с учётом того опыта, который наши вооружённые силы приобрели в ходе специальной военной операции. Есть вопросы, связанные с своевременностью выплаты денежного удовольствия, есть вопросы, связанные с жилищным обеспечением, есть вопросы, связанные с доступностью медицинских услуг и тех медицинских услуг, которые предоставляют гражданские учреждения для военнослужащих. Их там достаточно много вопросов, и ими необходимо будет заниматься тоже в таком первоочередном порядке. И, наконец, к числу первоочередных вопросов относится, безусловно, формирование государственного оборонного заказа на следующий год. Бюджетный процесс не спит, Минфин работает, Министерство обороны тоже. В части расходов на оснащение, Собственно, здесь, с моей точки зрения, ключевые вопросы, связанные с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. Вот здесь усиление контроля нужно, особенно в части ценообразования. Есть подходы, которые я планирую реализовать в ближайшее время, или, по крайней мере, продолжить их реализацию. Это абсолютно необходимая работа, потому что от неё во многом зависит эффективность использования средств в части гособоронного заказа, в части оснащения, реализации государственной программы вооружения. И что касается расходов на капитальное строительство и инвестиционные проекты, вот здесь, с моей точки зрения, требуется существенное усиление контроля за расходование этих средств по всей цепочке. И в том числе, имея в виду, наверное, главную цель, главную задачу создания новых видов вооружений, да и не новых видов вооружений, требует очень чёткого, синхронного планирования и реализации создания инфраструктуры для охранения и применения этих вооружений. Первое – это обеспечить полноценную интеграцию экономики вооружённых сил в общую экономику страны, с учётом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7% ВВП страны. Задача эта непростая, комплексная, предполагает прежде всего оптимизацию военных расходов. Хочу подчеркнуть, оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация прежде всего означает повышение их эффективности, чтобы каждый рубль бюджетных денег, который в конечном счёте платят наши граждане, бизнес приносил максимальный эффект. Это касается и довольствия, и производства поставок новой военной техники вооружения, и кадрового обеспечения. Решение этой задачи предполагает необходимость тесно интегрировать работу Министерства обороны и работу гражданских ведомств. Прежде всего, в таких областях, как социальное обеспечение военнослужащих и особенно участников специальной военной операции, как доступность для участников СВО качественных медицинских услуг, а то, о чём я сейчас говорил, в сфере научных исследований и разработок, в том числе гражданского и двойного назначения, в области подготовки специалистов не только военных, но и гражданских, в сфере разработки отечественных цифровых технологий и решений, и, конечно, в области производства техники, материалов и технических средств. Первое – это обеспечить полноценную интеграцию экономики вооружённых сил в общую экономику страны с учётом объективного роста оборонных расходов, который превысил уже 6,7% ВВП страны. Задача эта непростая, комплексная, предполагает прежде всего оптимизацию военных расходов. Хочу подчеркнуть, оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация прежде всего означает повышение их эффективности, чтобы каждый рубль бюджетных денег, который в конечном счёте платят наши граждане, бизнес приносил максимальный эффект. Это касается и довольствия, и производства поставок новой военной техники вооружения, и кадрового обеспечения. Решение этой задачи предполагает необходимость тесно интегрировать работу Министерства обороны и работу гражданских ведомств. Прежде всего, в таких областях, как социальное обеспечение военнослужащих и особенно участников специальной военной операции, как доступность для участников СВО, качественных медицинских услуг, а то, о чём я сейчас говорил, в сфере научных исследований и разработок, в том числе гражданского и двойного назначения, в области подготовки специалистов не только военных, но и гражданских, в сфере разработки отечественных цифровых технологий и решений, и, конечно, в области производства техники, материалов и технических средств. Под руководством Сергея Кужегетовича Шойгу создана современная система вооружённых сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые сенаторы, в условиях проведения специальной военной операции, ключевой задачей, безусловно, остаётся достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом хочу это специально подчеркнуть с минимальными человеческими потерями. Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планированным назначением, обязуюсь приложить все мои силы, здоровье, если потребуется жизнь, для решения поставленных задач. И знаете, я руководствовался принципом всегда, я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип – ошибаться можно, брать нельзя. И вот этим я хочу закончить. Спасибо.